Приветствуем вас! В данном видео мы покажем, как настраивать и использовать торговый стакан нашей платформы. Выбрав интересующий вас инструмент, счет, на котором вы будете торговать и размер позиции, вы можете непосредственно перейти к установке приказов. Как это происходит? Приказы в торговом стакане выставляются в колонке бидов и асков. То есть вы можете поставить как отложенный приказ, так зайти по рынку. Также у нас есть возможность ставить приказы по лучшему биду, по лучшему аску. К этому мы немножко вернемся позже. В столбике бидов по любой интересующей цене мы кликаем один раз левой кнопкой мышки и у нас появляется окно отправки приказа. Его можно будет отключить, как и другие уведомления, к этому мы также вернемся позже. Подтверждаем, у нас отправился лимит приказ. Если мы ниже рынка на покупку ставим, то будет лимит. Если выше рынка на покупку, то видите, будет стоп. С ордерами на продажу с точностью до наоборот. Выше рынка лимит, ниже рынка стоп. Вверху есть кнопки sell market, buy market, cancel all, trade out, all trade out. Давайте начнем. Sell market, то есть продажа по рынку. Все, мы отправляем рыночный приказ, он исполняется. Buy market, также покупка по рынку. Отправляем, приказ исполнился, так как у нас были взаимные приказы, все, позиция закрыта. Cancel all, отменяет все поставленные приказы. Вот раз, они все отменились. Давайте вернем один лимит. Как можно убрать вручную? Вот у нас заявка, мы видим два лота на покупку. Правым кликом мыши мы можем отменить приказ. То же самое с приказом на продажу. Правый клик, отмена. Все уведомления об этой отмене, их можно отключить. Теперь, как можно осуществить перенос уже выставленного приказа. Вот у нас, допустим, стоят отложенные приказы на покупку, на продажу. Левый клик, активируем данный ордер и переносим на необходимую нам цену. Кнопка all trade out. Она закрывает все позиции по выбранному счету и отменяет все выставленные приказы на данном счете. Давайте снова откроем позицию, допустим, на покупку. Вот у нас открылась позиция. К ней сейчас не привязаны никакие сложные приказы. Соответственно, вдруг нам нужно это сделать. Есть кнопочка add brackets. И к текущей позиции мы можем добавить любой сложный приказ. То есть привязать stop, profit, trailing, а также cancel all, когда сработает sell stop, take profit, либо один из них. Отправили, мы видим, к текущему приказу все привязалось. Нажмем all trade out. Соответственно, по рынку закрывается позиция, все приказы отменяются, которые были выставлены. В правом верхнем углу мы видим настройку сложного приказа. Это до открытия позиции. Перед открытием позиции, к любому приказу, который вы будете выставлять, будет привязываться данное условие. То есть stop, trailing, profit и покупаем. Отправлен. Вот, нас исполнили. Мы видим, появился profit, stop, приказ. Опять trade out. Позиция закрыта. Следуем далее. Теперь давайте разберем, что у нас за колонки есть в торговом стакане. Orders – это колонка приказов. То есть мы видим, где мы что поставили. Today – это объем текущего дня. Причем он может отображаться как за сессию, это можно выбрать в опциях, так и за сутки. То есть за 24 часа с нуля по 23.59. Либо за торговую сессию. Время торговой сессии вы можете посмотреть по каждому инструменту на бирже. Price – понятно. Текущая цена. Bid – Ask. Sell trade. Sell flow. Buy flow. Buy trade. Это объем проторгованных контрактов по биду, либо по ask. Чем отличаются trade и flow? Принцип расчета у них разный. Buy trade, sell trade. Они накапливаются в течение указанного времени. К этому мы еще тоже вернемся. Выставляется время в опциях. По умолчанию там стоит 2,5 секунды. Некоторые используют часто 10 секунд. То есть, смотрите, сейчас идет накопление объема прошедшего по ask и по биду. Если в течение 10 секунд цена не придет на эти значения, то в последующем, когда цена вернется к этим значениям, эти значения будут обнулены и начнется новое накопление. Пока цена прибывает на этих уровнях, каждые 10 секунд туда возвращается, то объем, проторгованный по биду, либо по ask суммируется. Sell buy flow. Принцип другой. Здесь цена будет накапливаться, пока этот уровень не будет пробит в обратную сторону. Очистить колонки sell trade и buy trade можно двойным кликом по шапке самой колонки. Buy flow, sell flow не очищаются. Колонка last day, то есть это объем предыдущего дня, week объем текущей недели, last week объем предыдущей недели, month объем месяца текущего, предыдущего месяца и объем контракта. И, соответственно, delta за текущую торговую сессию, либо день. Мы заходим в setup, вот delta type. Есть по направлению тика и по агрессору. Они отличаются. У нас есть информационная статья на тему, чем отличается delta по направлению тика и по агрессору. Идем далее. Панель управления. Кнопочка центр. Текущая цена выше или ниже середины. Вы можете ее центровать. Автоцентр. Это если рынок приблизительно будет в 10-15 ценах от верха, то автоматически будет центроваться. Вот видите, автоматически сдвинулась на центр. Lock trade. Это запрет на выставление приказа. То есть, если эта кнопочка включена, вы случайно не сможете разместить приказ. Также, естественно, можно выбрать тип приказа. Дневной или GTC. То есть, пока вы его сами вручную не отмените. Теперь давайте посмотрим по настройкам. By best bid. Sell best task. Пробуем выставить. Вот мы видим. Раз. Появился приказ. Сразу же по ближайшему биду. И тут же исполнился. Точно так же можно сделать sell best task. Также лимит по ближайшему ask. Вот он выставился. И как только рынок туда дойдет, естественно, он будет исполнен. Сделаем trade out. Следуем далее. Reload. Это перезагрузить. Видите, обнуляются все данные. Спрятать панель управления. Настройка лимитов. Вы можете устанавливать лимиты, как, собственно, в целом у нас в платформе, на все столбики, которые доступны в торговом стакане. Предположим, поставим 70. Здесь выделить значение в столбике бидов. Также можно выделять ask. И так далее. То есть все лимиты на trade flow, trade flow sell, trade flow buy. Причем лимиты выставляются по данным колонкам одинаковые в обе колонки. То есть одинаковые значения. Они будут фильтроваться и там, и там. По дельте, по текущему, по сегодняшнему объему, либо за сессию, за неделю, за месяц, за контракт, последний день, последняя неделя, последняя неделя. Price scale. Можно менять также для любого из выбранных инструментов. Statement. Выбор дельты. Горячие клавиши вы можете установить на любое действие в торговом стакане. Горячие клавиши, которые вам удобны. Вы можете отключить колонки, которые вам не нужны. Вы отключаете ненужные вам колонки. И стакан становится для вас более информативным и, так сказать, оперативным. Options. Выбор шрифтов. Величина стакана. Вот здесь переключается Day Mode. То есть отображение объема дня за сессию, либо за день. Выбираем Session. И вы видите, что значения дельты предыдущего дня и текущего дня, они изменяются. Вот здесь Clear Trade в миллисекундах. То есть 2500 миллисекунд это 2,5 секунды. Эта очистка будет по Sell Trade и Buy Trade. Можно поставить 10 тысяч. Значение изменится. И тогда значения в столбиках Sell Trade и Buy Trade будут через 10 секунд, а не 2,5 секунды. Обнуляться. Калькуляция прибыли. То есть отображение текущего P&L по последнему трейду, либо BDASC. Как вам удобнее. Hide Account Name. Вы можете спрятать название счета. Не будет видно. High Available Amount. Это спрятать доступные средства на счету. Спрятать текущий P&L. View OK Notification. Это после отправки ордера. Его можно отключить. То, что я вам говорил. Вот Confirmation. Confirmation Cancel. Allow Section. Если отключить, то смотрите, приказы начнут выставляться без предупреждения и каких-то нитификаций. Точно так же отменяться. Цветовые настройки. Стандартные. Поиск символов. Stop Local Alerts. Если здесь работают какие-то алерты, то вы можете их отменить. Desktop. Stay On Top. Account List. Это список доступных у вас счетов. Управление Risk Management. И LMI Report. Если у вас останутся вопросы по данному модулю, вы можете обращаться по контактам, указанным на нашем сайте. Благодарим вас за внимание. Удачной торговли.